Слава Иисусу Христу! Друзья, это большая привилегия быть среди святых людей. Почему вы святые? Потому что освящены святым Богом. И мы не можем быть святее, чем Святой Дух. Святой Дух, Он Дух Святости, и Он приносит святость, Он делает нас святыми. И за это благодарение Богу. А святые люди, они знают, где будут. Или не знают? Там, где святые, в наследии святых. И за это слава Господу! Сегодня у нас праздничное собрание. Мы празднуем сошествие Святого Духа. Это было две тысячи лет назад. И в течение двух тысяч лет христианство вспоминает этот праздник. И в истории христианства не всегда было все гладко, все хорошо. Иногда люди вспоминали этот праздник и без Святого Духа. Хотя праздновали сошествие Святого Духа. Но мы сегодня церковь или христиане, которые верят в то, что Святой Дух дан для нас. И это проявление не просто абстрактное. Мы верим в то, что это реальность, которую можно переживать и нужно переживать. И она сопровождается, согласно Писанию, некоторыми проявлениями. Одно из этих проявлений, мы говорим об этом, что крещение Святым Духом, мы верим в это, оно сопровождается знамением или знаком иных языков. Так было в деянии апостолов. Я хочу говорить сегодня об исполнении Святым Духом. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 стиха по 4. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И Ефесянам, 5 глава, 18 по 20 стих. Считаю вторую половину. «Но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Друзья, здесь есть повеление. Послание Ефесянам, оно дает повеление «Исполняйтесь». Это кому повеление? В послании Ефесянам написано «Церкви». Церкви, которая находилась в Ефесе. И апостол Павел говорит «Исполняйтесь Святым Духом». Там выше написано «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом». «Исполняйтесь Святым Духом» – это не пожелание, это повеление. «Исполняйтесь Святым Духом». И дальше говорится как? «Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Дальше «Назидая себя» и последний стих этого отрывка говорит «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Деяния апостолов во второй главе здесь говорится об излиянии, о первом излиянии Святого Духа, которое было. Я читал после первой проповеди это место, и брат Андрей читал это место Писания Иоанна. В последний же день великого праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой? Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Итак, я хочу проследить сейчас все эти места Писания и потом суммировать, что же нам делать. Или что нам нужно делать. Друзья дорогие, когда мы смотрим в Писание, пришел Иисус Христос, и это Его Слово Он возгласил, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». И у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. У кого они потекут? У верующих. У верующих потекут реки воды живой. И дальше говорится, это Он сказал о Духе, которого должны были принять верующие. Он говорит, что это должна потечь река. Когда мы говорим о Духовном Крещении или о переживании Духовного Крещения, мы говорим, что это должна быть река. Некоторые люди говорят, а что происходит, когда я покаялся, когда я принял водное крещение, у меня были какие-то духовные переживания, я был, ну, какие-то эмоции у меня были. Что это такое? Мы говорим, что это прикосновение Святого Духа. То есть, это тот же самый Святой Дух, который привел меня на покаяние, который обличал меня, который привел меня к водному крещению. Тот же самый Святой Дух. Он прикасался ко мне, и тот же самый Святой Дух. Сошел день Пятидесятницы. У каждого из нас была своя Пятидесятница. Он сошел на нас. Но это другое переживание Божьей благодати. И разница в этом огромная. Это все равно, что если вы видите ручеек, и в нем есть вода. И мы видим реку, в которой тоже есть вода. Одна и та же вода. Но совсем разный объем. Это совсем другое. Поэтому Иисус Христос сказал, что у верующих, у них ни капельки, ни ручеек, но реки воды живой. Но Он сказал, Он поставил условия, кто жаждет. Итак, зачем нам Святой Дух? Зачем нам исполняться? Апостол Павел говорит, исполняйтесь Святым Духом. Что мне от этого? Вы знаете, проблема в том, что некоторые люди, задаваясь этим вопросом, они приняли крещение Святым Духом, они были крещены действительно, и они остановились в этом. Они давно забыли об этом переживании, они перестали молиться Духом. Или они молятся, но их молитва, она не приносит назидания для них самих. И когда она не приносит назидания, если ты не удовлетворен от того, что ты делаешь, в какой-то момент ты просто это оставляешь. Ну и ты находишь себе альтернативу или объяснение, почему с тобой это произошло. Да в принципе, ну, я спасен. Я вспоминаю одного человека, который сказал одно выражение такое интересное. Ну, вообще-то есть, спасенные народы будут, и церковь. Ну, в церковь я не собираюсь, ну, в смысле. И они дотягивают до того стандарта. Поэтому я там где-то в спасенные народы примощусь. Друзья, дорогие, Бог дал обетование для верующих. Бог дал эту ответственность для верующих. И Он сказал, исполняйтесь Святым Духом. Иисус пришел на эту землю, и Его миссия, Его задача заключалась в том, чтобы спасти нас от наших грехов. И Он это сделал. Его миссия заключалась, чтобы спасти нас от последствий греха или наказания за грех. И Он сделал это через жертву Свою. Еще что Он сделал, Он пришел для того, чтобы дать нам через это вечную жизнь. И вести нас в царство Своего возлюбленного Сына. Но, когда Он был на земле, Он говорит, я создам, то есть слово создам говорит, говорило о том, что это еще не произошло. Это произойдет. Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И Он провозгласил, Он говорит своим ученикам, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Иоанне Апостолов, первая глава. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. И Он поднялся. Он оставил им слово и ушел от этой земли. И они ожидали. И с этих 500 осталось 120, которые ожидали. Я не знаю причин, почему осталось только 120. У каждого свои проблемы, свои какие-то заботы. 120 осталось. Они не знали, чего ожидать. Они просто собрались и ждали. Они не знали, сколько ждать. Они не знали, каким будет это переживание. Хотя мы допускаем, что его действия, действия Иисуса, когда Он сказал ученикам до своего вознесения примите Духа Святого, и Дуну, они что-то пережили. Но в принципе вот самого переживания, что ожидать и как это переживать, очень трудно сказать. Знаете, когда я разговаривал с одним человеком, это Славик Байнецкий, есть в целом такой пастор церкви. Он был пастором баптистской церкви в Крыму. И говорит, когда я ревновал о духовном крещении, и я принял веру Святого Духа, и через несколько дней я начал говорить на иных языках, когда Божий Дух сошел на меня, но, говорит, я был воспитан и в баптистской среде. Это было моим учением, это было моим принципом. Я пастор церкви. Когда я начал говорить на иных языках, вся моя внутренность, она буквально поднималась, я закрыл уши пальцами и так молился, чтобы себя не слышать. Что думали эти ученики? Конечно, мы сегодня имеем знание о том, что происходило, но что было им думать? Но знаете, друзья, когда приходит Святой Дух, и когда Он наполняет мое или ваше сердце, тогда мы уже чаще всего не думаем, мы просто радуемся в Его присутствии. Когда ты вошел в Божий поток, когда ты вошел в воду и начинаешь плыть, и эта вода тебя несет, ты не знаешь как. И Библия говорит так, что откуда приходит и куда уходит, даже не знаем, но оно приходит, и слава Богу, что оно приходит. И Бог желает, чтобы оно приходило почаще. Поэтому есть повеление, исполняйтесь Святым Духом. Исполняйтесь Святым Духом. Когда мы читаем здесь это местописание, мы находим такие вещи. Во-первых, они, когда они начали говорить, написано так, и все изумлялись и дивились и говорили между собою, эти говорящие не все ли галилеяне? И там написано, что они слышали их говорящими каждый на своем наречии. Там было несколько групп людей. Поэтому говорить о том, что люди, которые присутствовали, понимали, что говорили апостолы, не выдерживает такой детальной критики. Потому что, если я не знаю какого-то португальского, а знаю русский, украинский и английский, то для меня португальский абсолютно непонятный язык. Там перечисляется несколько наречий. То есть были люди, которые слышали и понимали, о чем говорили эти исполненные Святым Духом. И их реакция была, они изумлялись и говорили, они же галилеяне. Но была другая категория людей, которые говорили, они пьяны. они не в своем уме. Это была другая категория людей. Это были люди, которые не понимали. И Библия говорит, в принципе, апостол Павел говорит, когда пишет послание Коринфянам, он говорит, когда зайдешь, зайдет ваше собрание, неверующие или незнающие. Обратите внимание, кто не понимает или кто может сказать, неверующий или незнающий. Есть две категории людей, которые не принимают или не воспринимают. Или неверующие, или незнающие. Что дальше происходит, друзья? Иисус Христос сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Когда Иисус висел на Голгофе, и он испустил дух и сказал в руки твои предаю дух мой и умер. Разбойники по двум сторонам еще были живы, им перебили голени. И когда пришли, чтобы перебить голени Иисусу, ему не надо было ломать колени, потому что он уже умер. И воин написано копьем пробил ему бок и стекла кров и вода. А церкви написано, что она плоть от плоти его и кость от кости его. А Еве Адам сказал, она плоть от плоти моей и кость от кости моей. Как произошло создание или творение Евы? Адам уснул после продолжительного дня. Библия говорит о том, что Бог навел на него крепкий сон. Это было от Господа. И он взял одно из ребер его и создал Еву и привел ее к человеку. Как произошло рождение церкви? Иисус висел на Голгофе. Он испустил дух и уснул смертным сном. И там был пробитый Бог. В это время рождалась церковь. Она была рождена на Голгофе. В день Пятидесятницы она была представлена миру. В нее вдохнул Бог Дух жизни. И начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. И когда Петр встал уже в силе Духа и начал говорить, они умилились сердцем, и в тот день присоединилось к церкви около трех тысяч людей. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в общении. И Божий Дух был на них. И так мы встречаем, что сотворение человека, первого человека Адама и Евы, это было материальное творение человеческое человека, и мы встречаем, когда пришел Иисус Христос, Он творил церковь, которую не одолеют врата ада. И дальше, когда мы смотрим, друзья, что означало сошествие Святого Духа? Сошествие Святого Духа означало, что жертва принята, потому что первосвященник, которым являлся Иисус Христос, Он вошел в самое небо, и Он сказал, когда я пойду, я умолю Отца, и пошлет вам Духа Утешителя. И когда Он пошел на небеса со Своею кровью, я говорил раньше, когда священник входил во Святое Святых, Он представлял всего Израиля. У Него была табличка, на которой было 12 камней и 12 имен колен Израилевых. И когда Он входил в Святое Святых, Он приходил туда от лица всего Израиля и приносил Израиля пред Богом. И когда Он выходил оттуда, все знали, что Бог принял жертву. Бог не против них, но за них. Когда вошел Иисус Христос в самое небо, Он не просто ушел туда, и мы просто читаем историю, Он куда-то ушел. Это событие когда-то было, что дальше произошло, не знаем. Он сказал, «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, Духа Истины, который наставит, научит, о будущем возвестит». И когда Он ушел через десять дней, этот обещанный Святой Дух, Он сошел на апостолов и учеников, и Он до сих пор сходит на Божьих людей. Слава Иисусу, и Он сошел на нас. Это признак того, что Бог принял жертву, что твои грехи прощены, что ты принят Богом, и ты в Его семье. И Писание говорит нам, что мы одним Духом крестились в одно тело, что означает, посредством крещения Святого Духа мы погружены в Его тело, мы погружены в Его церковь, мы находимся в Его теле, Его собственность. И теперь, будучи Его собственностью, Его телом, Его церковью, мы представляем Иисуса Христа на этой земле. Мы Его представители. Поэтому Иисус сказал, чтобы мы заботились об этом, исполняйтесь Святым Духом, потому что исполнение Святым Духом это исполнение Его жизнью. Исполнение Святым Духом это живая связь или жизнь живого Божьего организма. Исполнение Святым Духом это исполнение Его святостью, потому что это Святой Дух. Это не просто эмоции, друзья, но оно сопровождается эмоционально. И за это, слава Богу, Бог создал нас такими. И иногда, когда Бог нас наполняет Святым Духом, мы не можем даже как-то отчасти владеть собою, хотя можем, но наш голос начинает повышаться. Некоторые говорят, неужели Бог глухой, чтобы Ему кричать? Друзья, Он не глухой, Он слышит тихую молитву, но Он и не нервный, когда Ему кричат, Он Бог. Он Бог. Поэтому, когда Бог поместил тебя и меня посредством крещения Святым Духом в Своё тело, теперь Он хочет выражаться через нас. И я говорил несколько раз, что мир не будет знать другого Иисуса, как того, которого мы явим, который будет проявлен через нас. «Ибо мы одним Духом крестились в одно тело». И что произошло? Мы стали храмом, живущего в нас, Святого Духа. Святое святых. Божий храм или скиния, которая была в пустыне, это было Божье жилище, куда сходил Бог, куда Он сходил своим присутствием. Там жил Господь. Меня с вами Бог избрал и крестил Святым Духом, чтобы мы были жилищем Святого Духа, чтобы Он не только просто посещал. Знаете, я иногда прихожу к своим друзьям, я прихожу к Леониду Петровичу в гости, но я там не живу. Я живу у себя в доме. Так вот, Святой Дух желает жить в твоем сердце, а не просто посещать, там бывать иногда. Потому что ты Его собственность. Но знаете, это нежная личность, и Он реагирует на нашу реакцию на Него. Как мы открыты к Его действию, насколько мы послушны Ему. Для чего Он это делает, друзья дорогие? Мы должны представить себя Богу, в жертву живую, святую, благоугодную Богу, под контроль Святого Духа. В этом мире полно одержимых людей. Людей, одержимых дьяволами и бесами. И мы знаем это, и мир это знает. Но этот мир хочет увидеть людей, которые исполнены Святого Духа. Людей, которые наполнены этим Божьим Духом. Послушайте, это слово исполнение. Оно означает, что все области твоей жизни, все участки твоей жизни, они все исполнены Божьим Духом. Знаете, когда приходит туда Божий Дух. Вот этот стакан, он наполнен водой. Здесь нет ничего, кроме воды. Этот стакан, он имеет определенный шейп, то есть форму. Но эта вода, она имеет способность, она заполнила полностью этот стакан. То, что желает сделать Святой Дух, это заполнить полностью всю твою жизнь. Все сферы твоей жизни, все решения твои, все желания твои, полностью всего тебя. Чтобы из тебя не просто было внутри, но из тебя истекала река живой воды. Это желание Господа. Но иногда у нас бывают препятствия. Иногда у нас бывают препятствия. Я вчера читал это местописание. Это написано числом, 21 глава. Здесь интересно, вскользь говорится об этом событии. 21 глава, 16 стиха. Отсюда отправились в Беер. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею. Собери народ и дам им воды. Тогда воспел Израиль пессию, наполняйся колодец, пойте ему. Колодец, который выкопали князья, вырыли возжи народа с законодателем жезлами своими. Из пустыни они отправились в Матану. Итак, событие, о котором Библия говорит скользь. Но здесь говорится о том, что Бог сказал Моисею, собери народ. Для чего? Для чего им была нужна вода? Они не могли жить без воды. Это была пустыня, они умирали без воды. Поэтому Он сказал, собери народ. Что они сделали, что делают люди, когда они собираются копать колодец, а они становятся в круг. И они начинают копать. А народ пел Господу, наполняйся колодец, наполняйся колодец, наполняйся колодец. И знаете, что произошло? Колодец наполнился. И люди напились. Знаете, под землей есть подводные реки. Там очень много воды. Мы сверху ходим по земле, но под низом есть вода. И умные люди, они долбят скважины или копают колодцы, и они достают эту воду. Та, которая под землей. Но для того, чтобы достать эту воду, ее нужно прокопать. Друзья, дорогие, иногда для того, чтобы напиться Божьей воды, есть земля, по которой мы ходим, которая препятствует нам, чтобы эти реки воды живой текли в нашу жизнь. Мы не можем жить без воды. Мы не можем жить без Святого Духа. Мы не можем дальше двигаться. Друзья, дорогие, когда евреи вошли в пустыню, они были введены туда Богом. Кто мог вывести их из этой пустыни? И был один единственный. Это Бог, который явился в столбе облачном и огненном. И они шли за этим столбом. И туда, куда поднимался это облако, они шли за этим облаком. И когда оно останавливалось, они останавливались. Там, где было это облако, была жизнь. Там, где было это облако, там можно было копать. Там была вода. Там был хлеб. Там, где было это облако. Твоя жизнь – это пустыня. И ты не сможешь с нее выбраться сам. Поэтому Бог дал нам Святого Духа. Для того, чтобы мы им исполнялись. Иногда Он говорит – копай. Потому что есть препятствия, которые не позволяют тебе исполниться Божьим Духом, Божьей радостью, Божьей жизнью. Моисей находится в пустыне. И увидел куст, который горел. Там было, возможно, много разных деревьев. Я не знаю, какая это была пустыня, если такая, как у нас за горами. Там могли быть деревья. Друзья дорогие, но Бог сошел на терновый куст. Этот куст не был ничем приглядный. Он совсем некрасивый. Но Бог сошел на этот куст. И Он сказал Моисею – сними обувь, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. Иногда между нашей жизнью, между нами и Божьей святостью, между нами и Богом есть обувь, которую нужно снять. Обувь – это наша жизнь, в которой мы жили в этом мире. Когда мы ходили, с кем мы встречались, что мы говорили, как мы обижались, это мешает нам соприкоснуться с Божьей святостью. Мы будем сейчас молиться, друзья. И если у тебя есть препятствие между тобою и Богом, между тобою и исполнением Святым Духом, возможно, тебе надо копать. Копай. Если тебе нужно снять – снимай. Но исполняйся Божьим Духом, потому что из твоей проблемы ты по-другому не выйдешь, как только исполняясь Святым Духом. Твоя проблема не может решена быть по-другому, как только при исполнении Святым Духом. Поэтому апостол Павел говорит исполняйтесь, исполняйтесь, исполняйтесь Святого Духа. Божий поток открыт. Ты находишься в церкви святых. Церковь, которая является столбью утверждения истины. Церковь, в которой живет Господь. Ты можешь сказать, я не вижу его, потому что ты слеп. Бог здесь. Аллилуйя. Бог здесь, и Он в крещенных Святым Духом. Он находится в тебе. И апостол Павел говорит, какое славное величие, могущество Его в нас, верующих. Послушайте, здесь есть верующие. Аллилуйя. Друзья дорогие, славное могущество, и оно в тебе. Славное могущество Господа, и оно в тебе. Поэтому убирай все, что препятствует этому, славному могуществу, проявиться в тебе и через тебя. И мы поднимаемся на ноги. Аллилуйя. Аллилуйя. Продолжение следует...